Избавить образовательные учреждения от земельного налога. С таким призывом глава поселения на совещание обратился Алексей Валов. Благодаря таким мерам удается направлять больше средств на ремонт объектов. Так, в минувшем году работы были проведены в 45 детских садах, 34 школах, 11 учреждениях дополнительного образования. У нас за 2016 год было порядка 95 миллионов на школу. За этот год 141 миллион пускаем на ремонт школ. И реакция директоров другая совсем. Тем не менее, в настоящее время не все поселения отменили земельный налог для образовательных учреждений. Глава района призвал Свердловку и Монина предметнее работать над решением данного вопроса. Также темой совещания стало здравоохранение. Несмотря на то, что полномочия в данной сфере были переданы в Московскую область, районные власти следят за состоянием дел в медицинской отрасли. Так ведется контроль за ходом ремонта. В 2017 году основная часть работ пришлась на вторую районную больницу. Полностью отремонтировано лор-отделение, хирургия. Там также заменено лифтовое оборудование. Работы должны завершиться в ближайшее время. Капитальный ремонт урологического отделения с лифтовыми шахтами, которые завершатся в первом квартале 2018 года. Работы большие и комплексные. Также в 2017 году проведены проектно-изыскательские работы по капремонту внутренних помещений Монинской больницы и поликлиники. Также был начат ремонт детского педиатрического отделения первой районной больницы. Он продолжится в 2018 году. В планах на текущий год продолжение работ на основном больничном корпусе районной второй больницы. На 2018 год есть в планах проектные работы по больнице в поселке Биокомбинат, ремонтные работы в 2019 году. И также есть проектные работы по больнице в Фрианово. И работы будут выполняться уже в 2019 году. Но важно не только приводить в порядок учреждения здравоохранения, но и обеспечивать их квалифицированными кадрами. Щелковский район – лидер в области по мерам поддержки медиков. В минувшем году специалистам было предоставлено более 90 квартир. Тем не менее, вопрос нехватки врачей все же остается актуальным. Мы по каждой поликлинике, по каждой больнице знаем их количество, знаем, что нам делать. Благодаря поддержке депутатского корпуса нашего района, решением, принятым главой нашего района, мы в 2017 году выделяли и квартиры, и общежития. Мы компенсировали за поднаем жилья. На сегодняшний день нехватка специалистов первичного звена, врачей, педиатров и терапевтов, если брать весь Щелковский район, составляет примерно 20%. В прошлом году этот показатель составлял 40%. Все меры поддержки медиков, реализуемые в районе, будут работать и в 2018 году. В ближайшие дни будет составлена дорожная карта, чтобы наболевшие вопросы в сфере здравоохранения решались как можно быстрее. Дарья Снегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».